Ритуальные услуги объединились с дорожными уборщиками. Глава Красноярска Сергей Еремин подписал постановление об объединении двух муниципальных предприятий с 1 февраля 2020 года. Разговоры о закрытии ритуальных услуг шли в администрации города с марта. За последние пять лет у них накопилось почти 15 миллионов долгов. Дело в том, что предприятие занимается в том числе захоронением людей без родственников. Одни такие похороны, по словам чиновников, обходятся в 13 тысяч рублей. А компенсации из бюджета не покрывают этой суммы. Тогда против закрытия выступили депутаты горсовета. Они заподозрили коммерческие формы ритуальных услуг в намеренном банкротстве муниципальной компании, чтобы устранить конкурента. Координировать деятельность объединенного из САТП и ритуальных услуг предприятия будет Департамент городского хозяйства Красноярска. Будет ли оно в дальнейшем заниматься захоронениями, в мэрии не уточняют.